Грунтовые дороги между сельскими населенными пунктами для Ненецкого округа – редкость. Обычно добраться из одной деревни в другую можно только с помощью авиатранспорта или же по реке. Но трасса между Нижней Пёшей и Волоковой – исключение. Тут строительство оказалось реализуемым. Дарья Чупрова продолжит. Возможность наземной связи между населенными пунктами трудно переоценить. Она необходима. За состоянием грунтовой дороги Нижняя Пёша, Верхняя Пёша и Волоковая следят внимательно. Водители каждый день отправляются в путь. Маршрут должен быть безопасным. Среди тундровых просторов пролегла дорога. В сезон тихой охоты здесь можно увидеть грибы, не выходя из машины, найти место для сбора ягод. По словам местных жителей, встретить можно и зайца, и глухаря. У нас есть автодорога Нижняя Пёша-Волоковая. Дорога в протяжённости 45 километров, которую рыболовский колхоз Заполярье содержит, согласно контрактам. Эта дорога имеет такую давнюю историю. Мы ещё с колхозом, ещё с 90-х годов начали её строить своими силами, средствами. В 2005 году администрация округа, государство помогло нам достроить эту дорогу. Волоковая Нижняя Пёша в протяжённости 25 километров. Дорога строилась тяжело и трудно, но тем не менее была закончена. Сейчас финансирование вполне достаточное, позволяет осуществлять содержание этой дороги круглый год. Состояние дороги, я считаю, что отличное. Мы содержим её круглогодично, лето, зима и осень. У нас именно на гололёд есть специальная техника, отдельно складирован песок, чтобы подсыпать для безопасности. Летом, чтобы не образовывались ямы, проводится грейдирование. Утрамбовывают песок. Зимой у нас ходит тоже с ножом техника, 150-й трактор и шнек-ротор. Откидывает снег. Для автомобилистов условия хорошие, не жалуются. Качество дороги меня устраивает и зимой, и летом. А вот владельцы снегоходов и зимней техники с наступлением весны испытывают трудности. Зимой-то нам надо, чтобы снег был, а они зимой доземлируют. Весна пришла, солнце вышло, эта корочка растаяла, и ещё нам дороги закрыли. У нас же больше на снегоходах сидим, а не на машинах. Там, где дорога проходит близко к болотам, установлены снегозадерживающие заборы, чтобы зимой не сносило путь и движение было бесперебойным. Для регулирования движения на протяжении всего маршрута стоят дорожные знаки.